Всем привет! С вами интернет-магазин Antelife. Меня зовут Александр. Перед вами смартфон от компании DOOGEE с суббрендом HOMETOM. Моделька называется HT6 или HT6. HOMETOM это суббренд данной компании, который был выполнен специально для смартфонов с большим аккумулятором, с емкими большими аккумуляторами. В этой линейке есть уже HT5, HT6 и седьмая модель уже есть, новинка. Модель очень интересна, она является наверное рекордсменом по автономности на сегодняшний день. Более емких смартфонов я не держал в руках. Емкость аккумулятора у этого смартфона составляет 6 250 мАч. Именно это является самым основным достоинством этого смартфона и акцент мы будем делать именно на этом. Поставляется модель вот в такой вот коробочке HOMETOM. Сзади есть все технические характеристики. В комплекте есть вот такой вот пластиковый бампер, вот такая вот оригинальная очень быстрая и мощная зарядка. Зарядка с опознавательными знаками, она на 2 ампера эта зарядка. Заряжает смартфон очень быстро, в смартфоне присутствует функция быстрой зарядки. Где-то за полчаса он заряжается примерно там 60-70 процентов. Здесь лежала сама зарядка, также есть в комплекте OTG, потому что смартфон работает с этой функцией и может выполнять функцию powerbank. То есть он может заряжать другие смартфоны. Ну и вот такая вот книжечка. Здесь есть скрепка и пленочка. Скрепку мы достанем, чтобы посмотреть, что там в этом смартфоне за сим-карта. Модель имеет 5,5 дюймовый дисплей. Размер. Выполнено все прикольно. Сборка хорошая. Ничего не люфтит, не трещит. Крышечка у нас несъемная. Спереди экран представлен в виде большого 5,5 дюймового дисплея. Здесь HD разрешение экрана. У нас на экране остается после заводской пленки еще вот такая вот хорошая пленка, но остаются отпечатки пальцев. Значит, спереди у нас три сенсорных кнопки. Есть фронтальная камера, есть разговорный динамик, датчики освещения приближения и индикатор пропущенных звонков. Сверху у нас представлен разъем под наушники. С этой грани у нас лоток под сим-карту. Снизу микрофон и микро-USB разъем. И здесь качелька громкости вверх-вниз и кнопка включения-выключения. Сзади модель имеет вот такой вот штрих-код компании, логотип, 13-мегапиксельную камеру и двойную вспышку. Крышка задняя вот такого вот интересного формата. Я, в принципе, ходил с бампером. С бампером довольно-таки удобно, но было бы лучше, если бы он был силиконовый, например, как в Cubot H1. Сразу покажу вам, какая сим-карта. Сим-карта здесь лоток под симки, точнее. Здесь стандартный, как вот сейчас любят это делать, трансформер, то есть либо две микросимки, либо можно поставить карту памяти. Сейчас у меня стоит здесь одна симка и одна карта памяти. Вот такой лоток. То есть, либо две симки, либо симка плюс карта памяти. По поводу работы смартфона с картой памяти я проверил. У него, у самого 16 гиг своей встроенной памяти, но если ставим симку, то он с ней тоже работает отлично. То есть, у меня была установлена игрушка Asphalt 8. Я вставил симку, он переразметил память, понял, что основная память теперь находится на карте памяти и заново у меня скачивал эту игру. То есть, это свидетельствует о том, что с картами памяти смартфон работает отлично. Сказать, что здесь будут какие-то сверх характеристики, сверх камеры, сверх процессора, ну, нельзя сказать. Во-первых, смартфон в Китае стоит порядка 120 баксов. В Украине немножко дороже. Во-вторых, здесь весь акцент сделан все-таки на аккумулятор. Это Home Tom серия именно для автономных устройств. Набирает он не так уж много баллов. В общем, рейтинге это в самом низу из 15 устройств. Ну, то есть, это не топовый, не флагманский, не игровой смартфон. Прошивка здесь 5.1 Android. Процессор MPK6735P. HD Mali-T720 графический. 13-мегапиксельная камера. Из плюсов то, что здесь оперативки 2 гига. В своей памяти 16. Ну, и можно еще карту памяти тоже поставить. Процессор этот работает на 4 ядрах по 1 гигагерц частота каждого ядра. 5-мегапиксельная фронтальная камера. Ну, и, в принципе, все. NFC здесь нет. OTG данная модель поддерживает. Датчик приближения. Гироскоп. Датчик освещения. Магнитное поле. И все. В принципе, по датчикам здесь особо ничего интересного больше нет. Прошивка полностью у нас на русском языке. Есть в некоторых местах немножко не переведено. Однако, это, например, во всяких там... Вот в этом месте есть английские буковки. В различных настройках датчиков есть немножко английского. Но, в целом, тут довольно-таки все понятно. Есть двойной таб. И все работает нормально. Прошивка эта может обновляться. Приходят беспроводные обновления. Но на современных смартфонах, в принципе, в целом, все прошивки обновляются. Какие-то доделки какие-то, фиксы какие-то, фишечки и так далее. Поэтому ничего здесь особенного нет. Сразу же скажу, что мне немножко не нравится вот интерфейс. Вот это вот роботизированные какие-то иконки. И такая черно-белая такая заставка. В стандартных настройках других обоев нет. Поэтому даже сложно оценить, какого качества экран. Кажется, вот что в этом стиле. Кажется, что какой-то экран как черно-белый, как робот какой-то. Немножко мне это не нравится. Я проверял это все, допустим, через Asphalt 8. Тут довольно-таки яркие картинки. И сейчас, как сразу, вам покажу этот экран. Сложно сказать, по какой технологии выполнен экран. Вроде бы. Воздушная прослойка есть. Но качество экрана, как мне, как по мне, очень хорошее. И углы обзоров хорошие. И в целом, мне нравится, как этот экран отображает картинку. Вот у нас максимальная яркость. Вот углы обзоров. По звуку здесь все отлично. Здесь качественное звучание. Я тестировал этот смартфон в режиме разговорного режима. Динамик, там, микрофон. Я тестировал в наушниках тоже звучание. Мне, в принципе, в целом все понравилось. Ну и внешний динамик вот так вот звучит. Все грузится, все работает. Производительности процессора достаточно. Динамик вот здесь. Что касается производительности этого смартфона, как я уже говорил в самом начале, это не топовый, не игровой процессор у него MTK6735. Это бюджетный процессор, который ставится на автономное устройство для энергосбережения, для обеспечения максимальных результатов автономности. Поэтому суперпроизводительным этот смартфон назвать нельзя. Я вам покажу сейчас, как работает Asphalt 8, как он запускается на средних настройках графики. И вы это все сможете самостоятельно увидеть и определить, насколько он играбелен. В целом вы видели, что игра запускается довольно-таки неплохо. Да, были средние настройки, но в целом ожидать большего от этого смартфона просто-напросто не приходится. Я тестировал, естественно, GPS и аккумулятор в этом смартфоне. С GPS вообще никаких проблем нет. Все супер работает. Не выходил я даже на улицу. Возле окна стоял. EPO-карты прогружены. Все это тоже довольно-таки неплохо работает. Аккумулятор. Аккумулятор я тестировал в Antutu-тестере. В принципе, в одной программке только. И на деле видел, что действительно аккумулятор очень хороший. Писалось в нашу группу ВКонтакте уже пост про тест этого аккумулятора. Вот вы видите 14 422 балла. Ну, для понимания, я перефразирую тот пост, для понимания ситуации, что эти баллы значат. Ну, например, Lenovo K3 Note, Meizu M1 Note, Meizu M2 Note с 3 тысячами аккумуляторами показывают примерно 5-6 тысяч баллов. Это классный средний результат. Xiaomi Redmi Note 3 с аккумулятором на 4000 мА показывает в районе 8 тысяч баллов. Абсолютный лидер в прошлом по автономности Lenovo P780 показывает около 12 тысяч баллов. Это тот смартфон, который в суперактивном режиме невозможно было разрядить за двое суток. Ну, то есть в нормальном, в активном режиме. Интернет, игры, GPS, что угодно. Фильмы. Двое суток он держал. Эта модель будет держать еще дольше. Я думаю, что это будет модель... Во-первых, он больше по размерам, 5,5 дюймов. Эта модель, я думаю, способна держать 3 дня в очень активном, в жестоком режиме пользования. Тест у меня этот проходил, я не знаю, часов 10, наверное. То есть, ну, по автономности я просто вижу, как разряжается эта модель, как он работает. Какая здесь емкость. Ну, это просто супер. Это самый автономный смартфон в моих руках, в которых я когда-либо его держал. Поэтому с аккумулятором здесь все в полнейшем порядке. Забыл сказать, что эта модель полностью адаптирована для рынка Украины. Здесь у меня стоит симка Kyivstar. 3G интернет готов работать. То есть, данная модель поддерживает все наши сети в Украине. Поэтому в этом плане тоже все хорошо. Тестировал я камеру. Камеру еще пофоткаю, уже после обзора. Но из того, что я увидел, это неплохое качество для минимальной цены за смартфон. Видеозапись у нас идет в формате Full HD. Фотки получаются очень неплохие. Четкость картинки неплохая. Видео изображение я загружу. Вы сможете оценить его самостоятельно. Буду подводить итог. В моих руках Дуги или Додж или Дуджи. Кто как называет. Хом Том. Серия Хом Том. Серия, которая выполнена специально для автономных устройств. Для Дуги с большим аккумулятором. Называется HT6. Это самый автономный смартфон среди всех тех, которые я когда-либо держал в руках. Да, вы в нем не найдете супер производительности, супер камер, каких-то сверх технологий. Это обычный среднячок с минимальной ценой в Китае. По цене где-то 120 долларов он продается в Китае. Может быть немножко меньше уже. В Украине немножко дороже. Но эта модель, которая я считаю, что заслуживает полностью. Заслуживает своих денег. Она построена на бюджетном процессоре MTK6735. Автономном. Здесь 2 гига оперативки, 16 встроенных. Две симки, карта памяти можно ставить. Эта модель может заряжать другие смартфоны. Она может выступать в роли пауэрбанка. И емкости аккумулятора хватит и для себя, и для того, чтобы зарядить соседа. Модель однозначно стоит покупать. И их очень хорошо покупают. Это очень популярная модель. Люди покупают довольны. Плюс прошивка обновляется. Поэтому очень достойный вариант, по моему мнению. Будет еще Aukitel K6000. И вот тогда, когда я протестирую оба этих смартфона, я действительно смогу отчетливо предоставить вам скриншоты, предоставить вам тесты аккумулятора. И все-таки мы определим, кто из них круче. Потому что очень часто люди выбирают между тем и тем смартфоном. Та модель немножко по дизайну другая, а этот немножко другой. Вот когда сниму Aukitel K6000, вот тогда и разберемся до конца, что из них лучше. Пока я держу в руках Aukitel K6000. И мне он очень нравится. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Записывайтесь в группу. Заходите к нам в интернет-магазин. Ну и покупайте Aukitel K6000 DOOGEE HOMTOM. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok